здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала про цветок с вами пашкевич анна в этом видео я расскажу о препаратах которые способствуют образованию корневой системы утолщают стебель препятствуют перерастанию рассады способствуют закладыванию цветочных почек увеличивают количество цветков эти вещества или препараты называются ретарданты и конкретно сегодня я расскажу об одном из них который называется атлет атлет является синтетическим препаратом он относится к регуляторам роста активное вещество хлорный квадхлорид также аналогами атлета могут быть такие препараты которые например называются коренастый реги и другие ретарданты которым относится в частности атлет он же является самым доступным препаратом я рекомендую иметь в арсенале средств каждому овощеводу при выращивании рассады когда мы выращиваем рассаду в домашних условиях а это пониженная влажность повышенная температура наши растения вытягиваются поэтому мы применяем атлет активное вещество данного препарата способствует тому что блокируется синтез гиберелинов которые являются гормонами роста наша рассада притормаживает вытягивание клетки которые делятся в длину затормаживаются корневая система начинает более активно нарастать и клетки начинают активнее делиться в ширину как итог мы получаем коренастую рассаду с хорошей сформированной корневой системой как же мы будем пользоваться атлетом можно пользоваться по инструкции но я рекомендую поступать следующим образом одну ампулу растворять не в одном литре воды как это рекомендовано производителям а в двух литрах воды поскольку мы работаем с рассады а это нежные молодые растения также по инструкции атлет можно лить как под корень так использовать его в качестве опрыскивающего вещества в условиях наших сухих квартир опрыскивать рассаду по листу не совсем правильно поскольку могут возникать ожоги особенно если рассада стоит на солнечных подоконниках поэтому я рекомендую использовать атлет в виде корневых поливов сколько же лить атлета под каждое растение все будет определяться объемом того стаканчика в котором вы выращиваете рассаду если у нас стаканчик объемом 250 300 миллилитров то достаточно 60 миллилитров атлета под каждое растение если стаканчик у нас большего объема до 500 миллилитров то соответственно и дозировку увеличиваем до 100 миллилитров от каждое растение После того, как мы провели пролив рассады атлетом, необходимо снизить температуру до 18-20 градусов. И если ваша рассада находится на солнечных участках вашей квартиры, на солнечных подоконниках, то необходимо создать притенение буквально на пару дней. Притенение необходимо для того, чтобы спасти растения от ожогов, поскольку атлет является активным синтетическим препаратом. Также не лишним будет для снижения транспирации растений их опрыскивать обычной водой на протяжении нескольких раз за один день. Когда же поливать нашу рассаду атлетом? Все зависит от того, каким способом вы ее выращиваете. Если вы выращиваете ее без пикировки, то дожидаемся фазы 3-4 настоящих листьев и можно проводить первую обработку атлетом. Если вы все-таки распикировали рассаду, то ждем тех же 3-4 листьев или неделю после пикировки, для того, чтобы хорошо развилась корневая система и также можем приступать к поливу атлетом. Если же мы будем использовать атлет раньше, чем фазу 3-4 листьев, то у нас будет непропорциональное развитие корневой системы и верхней или надземной части растения. В среднем атлет можно использовать за рассадный период до 4-х раз, в зависимости от того, как будут расти и развиваться ваши растения. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам доброго и хороших урожаев! Процветок. 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 Процветок.